Всем привет! С вами я, Анна Попова и команда Сигмы. У нас много отличных новостей. Итак, мы начинаем. 23 мая в 19.00 Дмитрий Артюхов в своем официальном аккаунте в Инстаграме начал прямой эфир с подписчиками. Губернатор сообщил об этом заранее, неделю назад, чтобы ямальцы могли присылать вопросы заранее. В первые же дни ему поступило 140 обращений. На них уже начали отвечать региональные ведомства и представители администрации городов и районов. В пятницу в вечернем выпуске мы подготовим материал, где расскажем, какие же темы оказались самыми больными и злободневными. Сейчас новости короткой строкой. Там про новый завод, про беспредел с ценами и про то, где будут дарить эксклюзивное видео. Этим летом в Новом Уренгое появится новый асфальтобетонный завод. Он начнет работу уже в июне и станет 11-м в округе. Предприятие будет выпускать асфальтобетонную смесь для строительных участков в черте города. Таким образом, удастся существенно сэкономить на транспортировке материалов из района Карачаева. К слову, в этом году на Ямале планируют строительство 59 километров дорог, капитальный ремонт 19 километров и ремонт 36 километров дорог. В ямальских магазинах незаконно накрутили цены на продукты. Прокуратура округа обнаружила завышенные цены в городе Губкинский, Пуровском и Красносельковском районах. Так, в одном из мини-маркетов завысили предельно допустимую надбавку от 3 до 59 процентов на хлеб, молоко, кефир, творог, кур, мороженую рыбу, чай, морковь и яблоки. В перинатальном центре Ноябрьска транслируют процесс подготовки детей к выписке. На экран для молодых родителей выводят процесс укутывания малышей в пеленку. На своей страничке главврач Ноябрьской больницы написал цитата. Пока малыша готовят к выписке и торжественному процессу передачи мамам и папам, последние наблюдают за этим процессом на экране монитора и сходят с ума от счастья. Конец цитаты. В планах записывать такое видео и отдавать семьям на память. Ямальцы смогут поделиться своими историями о жизни в округе благодаря новому проекту «А у нас во дворе». Принять участие в нем сможет любой желающий. Все самое интересное публикуют на страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Дарья Ушакова, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. 23 мая состоялось расширенное заседание бизнес-клуба. Его участники подвели итоги проделанной за год работы. Почему в этот день? Своеобразным Новым годом для представителей бизнеса является их профессиональный праздник. 26 мая в нашей стране отмечается День предпринимателя. Поговорили собравшиеся о конкуренции и о собственных достижениях. Одной из них, благодаря инициативе предпринимательского сообщества, в городе появилась лаборатория по тестированию качества топлива. Она работает в Новом Уренгое уже несколько месяцев. Сдать туда образцы горючего на анализ могут все жители газовой столицы. Реклама – двигатель торговли. И чем она заметнее, тем больше приносит пользы бизнесу. Все так. Вот только новоуренгойским предпринимателям приходится расставаться со своими баннерами. Сейчас расскажу, почему. Вывеску не трогайте, вот это вот снимаете. Так это что-то кому-то отдельно, да? Или это цельная? Ну, не могу вам сказать. Цельная она. Может быть, она не отдельная, может быть, она как цельная. То, что на фасаде, да? Да, вот то, что на фасаде. Вот это не должно быть. Это при вас мы должны делать, да? Вы можете сами демонтировать. Санкции против баннеров. А как иначе, если такая реклама вне закона? Сотрудница управления архитектуры и градостроительства объясняет это предпринимателю. Собственно, если растяжку владельцы не уберут добровольно, она все равно покинет свое место на фасаде. Вот на сегодняшний момент у нас по плану, по телефонограмме мы собрали около 20 рекламных конструкций. Это те рекламные конструкции, на которые уже были выданы ранее предписания. Срок и стек этих предписаний, они висели у нас на сайте, размещались. И, то есть, собственники этих рекламных конструкций не демонтировали до сегодняшнего момента. Демонтаж ведут двое рабочих, но на выезде во время таких рейдов целая комиссия. Кроме сотрудников администрации города должны присутствовать полицейские и руководители управляющих компаний. Впрочем, только этим работа коммунальщиков с незаконниками не ограничивается. Наша задача также заключается в контроле над ситуацией, на том, как размещается реклама. В большинстве случаев она незаконная. Мы также проводим работу со всеми собственниками, арендаторами общего имущества, ну и помещений всех в каждом жилом доме нашей управляющей компании. Только вот понимания между бизнесом и компаниями, которые обслуживают дом, пока нет. Об этом говорит число незаконных баннеров. Их выявлено около 50. И досье на несанкционированную рекламу все время пополняется. Чаще всего мы не находим понимания. Нам приходится просто самостоятельно демонтировать вот такие рекламные конструкции. Каждый почему-то собственник считает, что весь фасад дома – это его имущество и может там размещать все, что угодно. К сожалению, это не так. Все размещение любой рекламы должно осуществляться в соответствии с законодательством, то есть с разрешения собственника и с разрешения архитектуры города. Однако, как показал этот выезд, о том, что баннер на фасаде находится незаконно, предприниматели не знают. Или делают вид, что не знают. Ведь перед тем, как рабочие возьмутся за инструменты, каждому владельцу приходит официальная бумага. Объезд по городу сделали. Зафиксировали, составили предписание. Ну, там уходит определенный срок на уточнение данных о предпринимателе либо организации, чьей-то рекламной конструкции. Потом направляем предписание уже. Так почему же демонтаж – это все-таки сюрприз? Вот и тут, говорят, увидеть такую картину не ожидали. Вообще не знали, что нарушают закон о рекламе. Нет. То есть с законом я так плохо знаком. Незнание закона от ответственности не освобождает. Как убедился 23 мая еще один владелец магазина. Это уже четвертый такой рейд в Новом Уренгое. И они будут продолжаться. Наталья Ореховских, Айрат Мухамедзянов, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. Горчичное, льняное, оливковое, из виноградных семечек, рапсовое и даже хлопковое. Пожалуй, выжать масло можно из чего угодно. Но самым популярным и любимым для многих остается простое подсолнечное. Как его правильно выбрать, чтобы оно принесло максимальную пользу? Об этом в рубрике «Главпродукт». Сегодня полки магазинов переполнены бутылками с разными этикетками. Без консервантов и красителей. Первое – джин вымороженное. Что означают эти слова и как отличить маркетинговые инструменты от действительно важной информации? Первое правило для любой кухни предписывает всегда иметь под рукой два вида подсолнечного масла – рафинированное и нерафинированное. Они отличаются друг от друга разной степенью очистки продукта. Рафинированное масло идеально подходит для жарки при высоких температурах. Оно очищено с помощью разнообразных технологических процессов и обладает нейтральным вкусом и запахом. Такое масло не выделяет вредных канцерогенов. Нерафинированное масло, в отличие от более очищенного продукта, проходит лишь механическую фильтрацию. Это позволяет сохранить запах семечек и узнаваемый солнечный вкус. Например, в подсолнечном масле. Оно идеально для заправки салатов, придает им особенный вкус и аромат. Многообразие формулировок на этикетке подсолнечного масла может сбить с толку даже самого искушенного потребителя. Итак, обращать внимание не стоит на надписи «Масло без консервантов и красителей». В состав масла практически невозможно добавить искусственный краситель или консервант, так как эти компоненты с маслом не смешиваются. Более того, масло в консервантах абсолютно не нуждается, ведь микробы в нем не заводятся из-за отсутствия в составе воды. Надпись «Первый отжим». Нерафинированный продукт всегда добывается из семечек с помощью первого отжима. Ничего особенного в этом нет. Содержит витамин Е еще один маркетинговый ход. Подсолнечное масло всегда содержит этот важный витамин, так же, как и А, Д и Ф и другие полезные микроэлементы. И надпись «Без холестерина». Его в масле тоже быть не может. А вот обратить внимание стоит на такие надписи, как «Холодный отжим». Он говорит о низкой температуре при выделении масла. Считается, что при холодном способе масло сохраняет все полезные вещества, витамины и микроэлементы. При этом имеет слабовыраженный запах, что для многих потребителей является определяющим фактором при выборе. И надпись «Вымороженная». Такая маркировка относится к нерафинированному подсолнечному маслу и указывает на метод приготовления продукта. На вкусовых качествах это практически не сказывается. При этом все витамины и полезные вещества остаются в сохранности, а срок его годности увеличивается. Если выбирать его в магазине, стоит помнить, что наиболее полезным будет нерафинированное масло холодного отжима. Именно в таком, не прошедшем термическую и химическую обработку продукте, лучше сохраняются витамины и биологически активные вещества. Оно должно быть прозрачным. Цвет может варьироваться от почти бесцветного до темно-желтого. Небольшой осадок может быть у нерафинированного продукта. У рафинированного его быть не должно. Запах и вкус подсолнечника ярко выражены у нерафинированного масла. Рафинированное же имеет слабый запах или может быть совсем без него. Главное, качественное масло не должно горчить. Та же должна быть без повреждений. На этикетке должны быть нанесены сведения о наименовании продукта, степени его очистки, составе и соответствии ГОСТу, дата производства и срок годности. Не стоит брать с полки бутыль с маслом, стоящую на свету. Скорее всего, в нем уже начались процессы окисления и разрушения витаминов. Обратите внимание на этикетку. Там должно быть написано масло подсолнечное, а не растительное. Под видом этого могут продавать смесь подсолнечного с другими маслами. Вместе с вами полки проверяли Лала Гасанова и Владимир Гайн за телерадио компании «Сигма» для НУР-24. Что в салате хорошо, то в сметане плохо. Роскачество выяснило, как производители молочки обманывают покупателей. Напомню, пять месяцев назад заработали новые правила маркировки молочных продуктов с добавлением растительного жира. На этикетке теперь положено честно писать молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира. Всего эксперты проверили продукцию более 500 торговых марок. Сметану, йогурты, кефир, молоко, масло, сыр, творог. Нарушения были обнаружены в плавленных сырах, сливочном масле и глазированных сырках. К слову, по данным Роскачества, только 1% производителя нарушают правила маркировки и вводят потребителей в заблуждение. Но вот что интересно. Некоторые производители решили выйти из сегмента молочной продукции и переквалифицировались на выпуск десертов и суфле. А в них доля растительных жиров может достигать 100%. Эксперты Общероссийского народного фронта хотят выяснить, насколько велика в действительности учебная нагрузка школьников. И соответствует ли она федеральным стандартам. Сами общественники уверены, что сегодня у учеников более напряженный день, чем у взрослых. А чтобы доказать это или опровергнуть, до 15 июня проводится опрос. В мобильном приложении «Народный контроль» респонденты могут сообщить, сколько дней и в какую смену учатся их дети. Ходят ли на внеурочные занятия. У родителей есть возможность в целом дать оценку учебной нагрузки. Сейчас, например, ребенок в начальной школе тратит на учебу до 47 часов в неделю, говорят в УНФ. Это больше установленной рабочей нагрузки взрослого. Последний звонок прозвучал сегодня для выпускников всех школ города. Теперь они вернутся за парты только на время экзаменов. Ну а пока вместе провожают последние мгновения беззаботного детства. Ведь впереди каждого ждет уже почти взрослая жизнь. Вчера просто школьники, сегодня уже выпускники. Дистанция школьного пути для них подходит к концу. Позади ответы у доски, сложные, контрольные и беззаботные каникулы. Сегодня для них прозвучал последний звонок. В этот день ученики как никогда благодарны своим педагогам и родителям. А те не сдерживают слезы эмоций. Расставание с своими учениками, с которыми столько лет были вместе, шли нога в ногу, конечно, очень волнительно и тяжело. Конечно, все нарыдались, и дети, и учителя, и родители. Так что, конечно, в такой момент никто не сдерживает. И даже мужчины слез. Мы все уже в школьне, когда у нас был выпускной, конечно, уже все прослезились, потому что очень волнительно для всех. Путь во взрослую жизнь готовится начать почти 2000 новоуренгойских выпускников. Правда, вместе с будущим думают и о прошлом, вспоминая свои первые шаги. На самом деле не верится, потому что еще в прошлом году мне казалось, что год будет такой тяжелый, большой, долгий. А сейчас я понимаю, что вчера был еще сентябрь, а сегодня мы уже тут все стоим, все школы на общей линейке. Одновременно с свободой чувствуется, знаете, ответственность и незнание. Ты не знаешь, как у тебя жизнь сложится в будущем. Но, по крайней мере, я знаю, что все зависит от меня. Я хочу пойти в политику. 21 год я обязательно создам свою собственную партию политическую, я вам обещаю. И сделаю жизнь России самой лучшей, самой мощной страной. А вот и он уже звенит, как в первый раз. Для родителей и выпускников это сигнал для старта, с которого начнется их новый жизненный этап. Немного чувствую, что последний звонок, но это было как-то поначалу. Вот когда был мандраж какой-то, а потом все, последний звонок провели, станцевали, пропели. Как-то вот уже немного ушло. Я когда задумываюсь об этом, меня сразу слезы наворачивают уезжать от родителей и забывать всех своих друзей и город, в котором я жил очень много лет. Терять это все близко. Буря эмоций вообще. Замечательный праздник, невероятный концерт. Любимые учителя, так что это действительно буря эмоций. Конечно, несмотря ни на что, все равно на этом наши испытания не закончены. Впереди у нас экзамены. А потом у нас впереди взрослая жизнь, так что вся жизнь будет полна испытаний. Но мы все преодолеем. Последний звонок, впрочем, лишь небольшая пауза перед финишем. Впереди самый сложный отрезок пути – выпускные экзамены. А времени до них остается совсем немного. Лала Гасанова, Феликс Расихин, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. У нас все новости к этому часу. Сейчас свежая хроника происшествия от Любови Ламака. До встречи в эфире. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!